Билеты на битву на Неве уже в продаже. Прямо сейчас переходи по ссылке в описании и покупай, пока они еще есть в наличии. Ну а мы продолжаем смотреть наше шоу и на очереди у нас, как только что объявила Герда, международный матч за титул чемпиона мира. Со мной вновь мой коллега Евгений Коешев. Всем привет, дорогие друзья. И первый участник уже у нас появился на арене, это Егор Соколов, которого зрители ласково называют Сыч. Егор продолжает гонку у нас за крупным матчем для себя на битве на Неве, и вот это очередной шанс для него. Ведь два других он, к сожалению, упустил, проиграв в турнире место третьего участника мейн-ивента битвы на Неве и не сумев вместе с элитой отобрать у Неда и Литаны командные пояса. Живая легенда израильского рейсинга, действующий чемпион мира по версии AWA, Блондь Дьявол! А вот, собственно, и оппонент Егора Соколова, легенда израильского рейсинга, как объявила нам Герда, и не просто нынешний чемпион мира по версии AWA, а вообще в принципе четырехкратный чемпион мира по версии AWA. Про Блондь Дьявола можно сказать, в принципе-то немного, информации о нем не так уж и много есть на просторах нашего интернета, но этот молодой человек представляет из себя 180 сантиметров, просто 86 килограмм веса, если верите сайту All Wrestling Organization. И надо сказать, что наши фанаты обычно всегда тепло приветствуют иностранных наших гостей. Блонд Дьявол не стал исключением. Как интересно, ты назвал его молодым человеком. Он все-таки уже, как-никак, около 17 лет на ринге. Ну да, дебютировал он как раз-таки в 2001 году на ринге, насколько опять же нам известно. Ну, молодой человек, это, насколько, Гурричи Николай. Ну, все-таки смотри, его объявили как живая легенда. Для меня все-таки живая легенда, это такое, знаешь, словосочетание в духе, когда на ринг выходит уже пожилой рестлер, который своими заслугами доказал, что он готов выступать. Ну, у тебя уже слишком стереотипное ношение по этому вопросу. Ну, а тем временем, матч-то у нас начинается. Знаешь, для Соколова этот матч, можно сказать, два в одном. Ведь он не только может произвести впечатление на Евгения Медведева, который может дать ему крупный матч на битве на Неве, но и стать мировым чемпионом АВО. И представляешь, он выйдет на битву на Неве с этим титулом. Вот это было бы для Соколова, конечно, удалось. Ну, трудно с тобой, конечно, поспорить. Действительно, Егор, как мне кажется, очень сильно замотивирован в этом матче. И вот уже буквально, может быть, минута от этого матча прошла, и мы видим, что Егор практически ничего не может противопоставить Блон Девилу. Практически тотальную свою доминацию сейчас демонстрирует наш иностранный гость. Ну, все-таки опыт берет свое. Егор более такой, знаешь, вот пытается, мне кажется, взять наглостью. Вот как сейчас, смотри, сворачивает Блон Девила, но не получается у него держать. Ну, тут же идет в атаку, снова сворачивание. Он оттаскивает от канатов его, но нет, Блон Девил не дает себя уделять. Что, кстати, очень разумно. Да. Вот такая вот попытка клоузлайн от Блон Девила была, но Егор Соколов не упал, использовав канаты как опору. И вот уже Егор Соколов находится в углу под атакой со стороны Блон Девила. Идут несколько Чопов. Ну, я не знаю, как будто Блон Девил немножко жалеет Егора, мне так кажется. Потому что я видел Чопы и гораздо сильнее. Может, просто бережет силы. Все-таки Егор молодой и может на скорости его победить. Вполне возможно, кстати, да, ты прав, что силы бережет, потому что... Вот-вот-вот, смотри, как раз-таки Егор перехватил инициативу. И с такими мощными, сильными Чопами начинает забивать Блон Девила. Но все равно Блон Девил опять перехватывает инициативу. Рефери начинает отсчитывать. И Блон Девил все-таки отпускает, отпускает Егора. Но не совсем отпускает. Но голова его в руках. Ну смотри, Соколов отбивается, отбивается. И у нас такие обоюдные удары в лицо идут. А Блон Девил разгоняет Соколова в канаты. И сбивает его таким двуручным Чопом в грудь. Знаешь, я вот сейчас немножечко прислушался к нашим фанатам, что они вообще кричат, и в основном это очень редкие такие слова поддержки в сторону Блонд Девила, и в основном они все болеют против Егора Соколола. Понимаешь, да, насколько наша публика не любит Егора? Да нет, они любят на самом деле Егора, поэтому ласково, как я и сказал, называют его Сыч. Все-таки Сыч это прекрасная птица, это филин. Поэтому, знаешь, это такой символ мудрости, а Егор очень мудрый рестлер. Он, знаешь, очень грамотно обычно использует все недостатки своих соперников. Но пока ему это не удается, Блонд Девил сейчас мощно коленом его атаковал, и Егору пришлось ретироваться с ринга. Егор очень часто ловит своих соперников на ошибках, потому что большинство своих соперников Егор знает в лицо, видел их матчи. Но почему-то у меня складывается сейчас такое впечатление, что недостаточно хорошо Егор подготовился к матчу с легендой израильского рестлинга. Но тем этот матч интереснее. Да, действительно, вот буквально вот сейчас, что мы видели, что происходит. Егор Соколов пытался сбить ориентацию Блонд Девилу ударами головой об Афрон, но Блонд Девил как будто обладает какой-то невиданной силой, благодаря которой он практически не чувствует боли. Хочешь сказать демонической силой? Я хочу сказать дьявольской силой, да. И вот, кстати, смотри, Егор действительно видно, что он нацелен на то, чтобы выиграть это чемпионство мира по версии AWO. Потому что, если размышлять логически, вообще как мог бы действовать Егор? Он мог бы просто победить, вот как он обычно любит, вот так вот, хитро, вот так вот, нагло, так, из-под тяжка, вот так, как он обычно любит это делать. Он мог просто по факту выиграть этот матч, пусть даже по отчету, по дисквалификации не важно, но договоренная с Евгением Медведевым была бы соблюдена, и матч бы он на битвенной Неве получил. Но, смотри, он забирается на ринг и спускается обратно, обнуляет счет. То есть он хочет продолжать матч и выиграть этот титул. Ну, знаешь, это до поры до времени, все-таки сейчас у Егора есть все шансы выиграть и титул, и матч на битвенной Неве. Но, мне кажется, вот пойди что-нибудь не так, Егор включит свою смекалочку, и мы увидим от него какие-то такие хитрые приемчики. Это вот как раз к вопросу о мотивации. Тем временем Егор разгоняется, проиграет клоузлайн в угол Блондевилу. Разгоняет его в противоположный, сам разбегается. Вот, слышишь, сыч, отстой, сыч, отстой. Вот, вот что говорят фанаты. Если они ласково его так называют, Николай, то, скорее всего, отстой это не ласково уж точно, поверь мне. Ну, понятное дело, что у Егора есть и недоброжелатели, но их меньше, я уверен. Бэк-боди-дроп сейчас Блондевил проводит Егору Соколову, который в свою очередь пытался провести то ли бомбу, то ли пайл-драйвер, я не знаю. А вот и хитрые приемчики пошли. Смотри, тычок в глаза, судья этого не видел. Его Егор был крайне близок к тому, чтобы одержать победу в этом матче и стать чемпионом мира АВО. Тем временем Егор продолжает, продолжает свои атаки. Он забивает локтями Блондевила в углу. Рефери отсчитывает, он оттаскивает Егора. Но Егор снова идет в атаку. Он бросает Блондевила на ринг, проводит ему мощный удар по спине ногой. Разбег. И еще так буквально втаптывает его в ринг. Раз, два. И нет, нет, не получается сейчас именно стать чемпионом. Да, на неожиданности подловить Блондевила не получилось, проведя две такие достаточно быстрые, сильные атаки. Егор Соколов не смог все же принести себе победу в этом матче. Однако Блондевил вот опять же, как будто действительно нипочем. Егор Соколов только-только поднимает его на ноги, как Блондевил тут же приходит в себя и переходит в атаку. Но Егор-то сейчас увернулся и готовит уже свою атаку. И вот он уже на третьем канате. Ой, какой блокбастер, да. Красиво. Раз, а только один. Даже один. Как же так, сколько же у него сил-то еще осталось? Вроде столько приемов он наполучал, а вырвался на один. Не сказать, что он много приемов наполучал на самом деле, потому что рестлеры очень долго разогревались и анализировали друг друга, как кто действует. И вот сейчас, мне кажется, как раз таки пошла та стадия, когда уже серьезные приемы пошли в атаку. Попытка коронного ожога от Егора не удалась. Блондевил скидывает его со своих плеч. Хватает голову Егора. Еще одна попытка ожога. Говорит, да, да, получилось. Все, удерживай, удерживай. Раз, два, три. Но очень близко к канатам все-таки Егор положил Блондевил, и он смог положить на канат ногу. И вот этой маленькой паузы вот хватило Блондевилу, чтобы прийти в себя и вырваться из удержания. Ничего, со второго точно все получится, я уверен. Если он, конечно же, будет. Все идет к этому, потому что, смотри, Егор Секолов сейчас мощно ударил Блондьявола в лицо. А ему все равно, ему все равно. Боже, что вот. Я не верю просто своим глазам, получив удар такой в лицо. Егор тоже не верит, смотри. Парочка локтей, чопы, удар по ногам. Все пускает в ход Егор, весь арсенал. А ему все, а Блондевилу просто все равно, он просто-просто локтем бьет Егора. И вот настолько сильный удар, вот это, к слову, демонической вот этой черт силе, Егор как раз-таки не может удержаться на ногах. Тем временем у нас немножечко бой перетекает уже за пределы ринга. Сейчас Егор Секолов бьет горлом об канаду Блондевила. И еще головой Ава Прона его бьет несколько раз. Но опять же, опять же, ты посмотри, вот этот взгляд Блондевила. Адский просто, адский взгляд. Мне кажется, смотри, Егор даже немножко теряется, глядя на его глаза. Что же, что же нужно вообще ему провести, чтобы сбить его вот это? Вот мне кажется, к такому Егор действительно не был готов. Я не знаю, как это еще можно обещать. Подожди, подожди, он взял титул. Вот, видимо, тот момент начался, который сейчас Егор будет хвататься за любой момент, чтобы хоть как-то победить. Подожди, он берет стул, что же он сделает? Он бьет вот... Вот ты посмотри, как хитро! А Блондевил-то тоже хорош! Оба сделали вид, будто получили стул по голове. И внимание на рефери! Внимание! Что же сейчас он предпримет? В чью сторону он сейчас будет... Рафери просто не понимает, что происходит! Анатолий Пешеходов просто в шоке! И он дает отмашку, чтобы бой продолжался. В итоге уловки друг против друга не сработали. И вот Егору нужно будет еще что-то делать, чтобы победить в этом матче. Егор берет разбег. Дропкик в ноги. Да, еще один разбег коленом промахивается. И вот уже дропкик от Блондевила. И посмотри, что же сейчас будет. Он поднимает его. И это Брейнбастер! Брейнбастер в исполнении Блондевила. И, видимо, он еще не закончил. Вот продолжают, продолжают наши фанаты поддерживать Блондьявола. Практически буквально каждое его движение находит поддержку. Ожог! 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 Нет! Нет, это не было ожог. Не получилось. Блондевил снова скинул его. И что же? Егор сейчас толкает Блондевила в угол. Как-то пытается навязать ему свою борьбу. Сам Егор сейчас находится на втором канате. И очень долго он готовился. Хотя он нашел себе силы все-таки провести прием. И одной ногой он сбил Блондевила с ног. И уже сам готовится провести, я так полагаю, свой коронный ожог. Давай, Егор, это твой шанс, это твой шанс. Он разбегается и опять же не получается. Да как же так? И вот посмотри, как Блондевил лихо скидывает Егора Соколова с плеч. И почему-то у меня ощущение такое, что Блондьявол готов заканчивать этот бой. Это Гатрэй Слэм! Вот это да! И что удержание? Раз, два, три! Да, и это был его коронный прием. Благодаря которому он все еще чемпион AWO. Мировой чемпион AWO. А Егор снова упустил свой шанс. Да как же так? Егор все-таки достойный рестлер и достойный большого матча на битве на Неве. Ну я надеюсь, Евгений Медведев будет крайне благосклонен к нему и все-таки даст ему нечто уникальное на битву. Все-таки без такого рестлера, как Егор Шоколос, не может быть битвен у него. И вот я не знаю на самом деле, что прикинет Медведев в таком случае, ведь он сказал достаточно четко и ясно, если ты победишь, Егор, то будет тебе классный, действительно классный, я тебе обещаю, матч на битве на Неве. Но произошло то, что произошло, и Блондэвила мы сейчас видим трассующимся среди наших фанатов и довольного своей победой. Слwiагон! 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 Видеи! Видеи, Медведев! У нас проблема. Что же я? Что же я? У нас проблема! Ты привел медика. Ты куда выходил, а? Эй, что с ним? Вы видите? А тут, вы не видели ничего? Нет, я не знаю, он здесь уже пять минут живет. Окей, он в сознании. Так, ладно, отнесите его, пожалуйста, куда-нибудь. Берите его вдвоем, давайте отнесем его. Алло! Да, Свайб, я тебе звонил, где ты? В смысле тебя не будет? Свайб, ты в главном событии шоу. Мне не... Алло! Алло, Свайб! Медведев! Матч, набитый на Неве. Да отстань, не до этого сейчас. Это главное шоу года. Я достоин этого матча. Хорошего матча. Егор, у тебя была возможность, но ты ее проиграла. Ты видел, против кого ты меня поставил? Да никто бы править, его бы не выстоял. А вообще достойно держался. ТОПВЫЙ ОПОНЕНТ! Я ЗАСЛУЖИЛ! Я считаю, я заслужил! Хорошо, Егор, хорошо. Так, давай посмотрим. Битвы на Неве. Давай быстрей, смотри. На битве на Неве... Ты встретишься... Ну, ну, ну! С Дилайтом. Пожди, Дилайтом, какой Дилайтом? Кто это? ТОПВЫЙ ОПОНЕНТ, КОТОРОЙ Я ДАЖЕ НЕ ЗНАЕЛ. Чего бы Боря, что-то мне там подсунул? Чего? Он мне какую-то мелюзгу подсунул. Да я ему голову оторву! ТОПВЫЙ ОПОНЕНТ! Субтитры подогнал «Симон»